добрый день уважаемые садоводы прошло 12 часов как я поставил вот эти черенки воду посмотрите они приняли тугар источник сейчас все жесткие видно чувствуется если взять по сравнению один пакетик я оставила вот один пакетик который уже пришел себя черенок поэтому не бойтесь никогда как если приходит вялые поникшие черенки они отпаиваются и принимают хорошие хороший тугар и хорошее состояние что мы делаем дальше вот такая чашечка это одноразовая посуда да получается но чем она мне нравится тут высокий борт и накрывается крышечка который внутри создается микро теплица получается корневин вот эти я достаю черенки вот они какие уже крепкие хорошенькие окунаем корневин можно не окунать это на ваше усмотрение на ваше желание торф у меня влажный вот посмотрите он влажный но не мокрый где-то на сантиметра полтора-два я углубляю черенки подписывать вы можете на своих бирках а можно взять этот же салфанчик на котором я приз в которых я прислала на нем написан номер сорт вот так вот рулетиком рулончиком сворачивайте и ставите мы подписываем маркером но вы можете сделать так как вам удобно как вам как вы привыкли делать как подписывать привыкли то же самое я проделаю двумя другими черенками тоже показываю вот они уже какие крепенькие еще раз показываю вот приходит вот таком виде вялый поникший и через 12 10 часов у кого-то даже меньше он станет вот таким вот упругим сильным все год я зачеренковала теперь самая главная задача во всем этом процессе не перелить не затопить земля который сейчас там торф перлит песок она рыхла она дышащая посмотрите вот где-то сантиметр 3 у меня три с половиной торфа торфосмесь если точнее и на два сантиметра я углубила черенок во внутрь сверху можно обработать уже препаратом против корневой гнили против гнили теренка это может быть любой системный фунгицид я обрабатываю свитч он мне когда как бы больше нравится его работа с черенками накрываем крышечкой и оставляем на досветке если вы черенки получаете март середина апреля или феврале обязательно нужна досветка также если вы получаете август или начало сентября вы тоже должны ставить на досветку в летние месяцы поздняя весна досвечения не требуется но если будут короткие дни то ваши черенки пойдут не на укоренение а на формирование бутона бутон даже если вы черенкуете появляется у вас бутон вы должны его выщипать чтобы он не забирал силу черенка примерно через две-три недели вы увидите сбоку решочки которые видно будет по стенке что они образовались а не надо дергать не надо его проверять не надо смотреть поливать тоже не надо в чашечке есть дренаж внизу дырочки есть сверху открыли посмотрели подсохшая земля слегка опрыскали все закрылись крышечкой первые дни возможно черенки поникнут вялые станут а где-то через неделю листик станет через недели-полторы крышечку вот это вот вы полностью снимаете черенки у вас растут набираются силы потом достаете и высаживайте уже на постоянное место жительства желаю вам удачного укоренения